Не поверите, ребята. Представляете, Монолит накастовал сон и приснилось мне, что я загадал желание и пожелал стать богатым и знаменитым и погиб. Это просто какая-то инсинуация проклятого камня. Получи сюда. Так, что тут за телепорт, интересно? Посмотрите, он меня возвращает обратно. Он не хочет меня просто так отпускать. Получи сюда. Тебя можно уничтожить вообще? Наверное, нет. Но тут есть лестница, мы не пойдем на инсинуации, потому что меченый сталкер верит в сны и готов на самом деле расшифровать тайну зоны. И нужно найти тайную дверь у нас. С помощью декодера ее открыть. Вот так вот. Мерзкий Монолит насылатель снов. Посмотрите на него. Ха-ха. Ничего-ничего. Мы еще посмотрим, кто победит. Монолит или сила разума сталкером меченого. Желание исполнено было во сне. Я все видел, что ты мне готовишь, какую участь. Так? Там аномалии я приготовил уже отсюда. Так просто не выйти. Ха. Но нет, мы прокрадемся. Смотрите. А, там вот это графит лежит. Господи. Ребята, где-то тут лесенка была. Вот она прямо здесь. Главное не упасть. Говорят, видят мое желание. А желание очень простое. Не погибнуть тут, во-первых. Зачем я сюда спустился? Потому что у меня отсюда выходить надо. Да, тут можно погибнуть от радиации. Все в аномалиях. Как выходить-то, а? Куда-то сюда. Тут заперто. Говорит, что путь не завершен, пока человек самостоятельно не выбрал завершение пути. Вот так вот. Вышел сталкер меченый от исполнителя желаний. И он жив. Он все еще жив. И готов идти вперед. Вооружен и опасен. Вполне себе. Так. Но пока что кристаллы висят на радиацию, пулестойкость и все остальное. Он будет только один. Малолит, послушайте только, как он продолжает манить. Продолжает манить. Но он не заманит меченого. Потому что меченый знает, чем это все заканчивается. Мы идем... Мы идем, наверное, в секретную дверь. Ее открывать. Где-то здесь лестница это была. Вот она. Ну-ну. Так. Что здесь у нас? Ничего такого нету. А вот и громко говорите. Можно тебя сломать? А? Экзоскелет лежит. Навеханкий. Забираем, почему нет? А вот и весь ваш... Не, я думал, что вот эта штука посылает. Может быть, он действительно жив, этот монолит? Непонятно. Ладно. Бочки и заветная дверь. Впереди. Ребята, сейв в таком случае. Тут еще коробочка. Так. В коробочке ничего нету. Декодер 28 секунд. Телепорт происходит сзади. О, фризитаж. У нас есть граната. Не допустить телепортацию. Граната первая. Вторая пошла. Мы готовы встретить свою судьбу. Получи туда мерзкий прислужник монолита. Ваша вера ложь. Правда, мне сейчас полетит... О, они простреливают, ребята, это все. Они все это простреливают. Мне граната сейчас полетит, наверное. Разведыш, что находится за дверью. Сначала надо вот этих застрелить. Мерзких монолитов, кстати. Тебе, тебе отправляю. Граната летит, по-моему, уже. Нет? Нет. Идут на меня. В больших количествах ствол другой. Дробовик, давай сюда. Получи сюда просто. Получи сюда. Из дробовика по толпе. По толпе вношу. Надо быстро чехлить грозу, перезаряжать. Чехлю, перезаряжаю. Он выходит на меня просто. Убьет сейчас. Так, завалил. Второй выходит. Тихо, тихо. Тебе крышка. Перезарядиться аптечку. Влепили мне. Он убегает. Застрелить его. Догнать. Так, из пистолета догнать, застрелить. Что с ним такое? Непонятно, ребята. Аптечек нету уже. Быстро перечехлить грозу. Мажу все бинты, которые есть. И все. Получи сюда. Получи сюда. Сюда получи, говорю. Готов. Аптечек действительно нету. Все прожал. Да будет трудно, но, я думаю, вполне себе осуществимо. Еще один идет. Получает по голове еще один там. Как минимум. Он где-то крадется. Вот он. В экзоскелете. Сложился. Сейв. Надеюсь, аптечки с них и бинты попадают. Я все потратил. Все потратил. Они потому, что меня все-таки прервали. Да, этот скопытился. Вот так вот. Добиваем. Забираем стволы. И смотрим, какой в лучшем состоянии. Вот этот в отличном просто. Разрядить. Выбросить. Дробовик уже, наверное, может приступить. Пойти еще, в принципе. Потому что по патронам беда. Патроны. О, бинты. Семен Ключ. Так. Аптечка. Алекс футболист. То, что нужно. Мякс Ведьмак. Читал пана Анжиа Сапковского. ХП нету, ребята. Вот это проблема. Снимаю выносливость. Потому что и так бегать не могу. Вешаю душу. Не душу, а ломать мясо. Тут Женя, работяга, имел патроны при себе. Обычные. А монолит продолжает шелестеть, однако. Шурик Джаконда. Мастер монолита. Патроны сюда на базу. И Степа Жердяй. Жирный был улов у него. Посмотрите только, ребята. Разражаем. Бронебойные были патроны. Выбрасываем. Вот этот ствол. Вася Суслик. Гранат две штуки. Давай сюда. Сейчас мы узнаем, что за дверью скрывается. Где дверь? Вот она. По патронам. В принципе, более-менее вполне себе. Можно стрелять из всего, чего хочу. Надо, наверное, расстрелять СВУ выбросить. Надо перезарядить дробовик, чтобы он был. Ломать мясо работает. Потихоньку у меня регенится ХП. Меня прострелили, правда. Но можно жить. И пистолет заряжен, да? Не заряжен. Зарядим. Я надеюсь, вот эти звуки закончатся, когда мы перейдем в Монолита. Секретная лаборатория заданием выполнена. Сейв. И на контрольный сейв еще сделать. Ставший уже классическим. И приготовить СВУ пистолет. 30 человек тут у нас тусуются. О-о-о-о. Ну, это может стать проблемой. Потому что один уже там проскочил. Да? Вайновая в таком случае. Интересно, где он засел? Я не вижу, потому что ничего. Абсолютно. Тут у нас... Тут ходят патрульный. Получите. Оп. Я спалил всю контору. И успеха не достиг. Граната тогда летит сюда. Граната летит сюда. А там они сидят, ребята. И гранат больше нет. 31 человек. Их стало больше только от моей гранаты. Ой-ой-ой. Ну и что делать? Что делать? Стрелять их, наверное. Вот тут ходят. Прицелился. Получил. Одного я застрелил. И будем сейвиться на каждом. Потому что нет у меня ни аптечек. Ничего. Полистойкость никакая. Вылазить мне нельзя. Потому что вот они будут пробивать меня здесь. Их надо решительнее стрелять. Решительнее говорю. Я два раза промахнулся. А они пойдут на меня? Вот этого я не помню. Вот этого я не помню. Не знаю. В плечо. В плечо. В плечо. Очень слабый ствол. В плечо не заходит урон. Пробил меня. Монолитовец. Там собирается меня зашибать. Но хоть одно хорошо. Это то, что заткнулся сам монолит. Вот этого застрелил. Мажу бинт. Что по патронам? 4-5 еще можно стрелять. 28 человек осталось. Так. Спокойно. Тут чисто. Отсюда они не пойдут, наверное. То есть надо опасаться только главного коридора. Они выходят там. Тусуются. Входят, тусуются. Тебя надо влепить. Но влепить не получится так быстро. Вводит прицел. Тут светит фонарями. Это отвлекающий маневр. Очевидно. А нет. Он подходит. Потому что тут уже светит фонарем. Без аптечек тут проблем. Опа. В щелепу просто. В плечо. Не знаю. Подмышку. Готов. Две пули. Сейв. Сколько их? Что-то детектор перестал их подсвечивать. Да, детектор. Может там монстр какой-то страшный? Нет. На две пули, ребята. По шарам ему. Еще бинт пошел. Нельзя использовать бинты. Еще по шарам. Все. Этот ствол себя изжил. Теперь переходим на гпшник. Так. Проблема будет, конечно, туда проникать. Тут один. Стреляет. Прикрывай, кричит. Тут светит фонарем. Тихо, тихо, спокойно. Надо какое-то количество контингента отстрелить. И тогда врываться. Потому что врываться тут некуда. Просто некуда. А так я не попаду. Если он будет стрелять. Да. А вот сюда я идти не могу. Потому что меня с этой стороны обстреливают. Полистойкость все еще висит. Работает. Ну давай. О, тут идут на меня. Это проблема. Мажу бинт. А птичек нет. Тут двое сосели. Одному отправил немножко. То есть уже идут на меня. Тут действительно проблема. Так. Тут чисто. Дай ему прикурить. А я прикурить. Не даст мне никто. Тебе. Ну как-то я выжил. Как-то выжил. Бинтов уже нету. А птичка была. Да. Все это время. Да. Была одна. А гранаты есть в подствольнике? Да ничего нету. Просто ничего нету, ребята. Между двух огней. Я боюсь высунуться, потому что... Застрелять же. Застрелять. Получи из этой, из гепахи. Кровотечение мне повесил. Завалил его. Так. Прикрывай, говорит. Слышишь? Получить тоже туда. Оп. О, мне плохо. Кровотечение. Все. Я погибаю от кровотечения. Граната прилетела. Выжил. Сохраняемся. Жестко будем. Жестко. На кровотечении будем играть. Сколько их осталось? Непонятно. Лампу можно потушить. Тебе отправить. Очередь. А пуль? А, более-менее. Граната летит. Отступим. Взрыв 25 монолитовцев. Вон идет следующий. Не вижу его. Но я должен светить фонарем. Я должен тут сидеть и просто выжидать. Я иначе их никак не заберу без аптечек. Ребята. Несмотря на то, что я в экзоче. Экзоч пробитый уже. То есть, мне буквально чуть-чуть залетело. Так. Ну и что делать? А не усидчивый меченый не может просто остановиться. И тратит пули в разнос. А они ходят. А они ходят. Ну, по мне одно попадание и все. Я труп, считайте. Тут я выходить не могу, потому что меня... А они не идут на меня, да? Да, они идут. Ну, что ты будешь делать? Бегать я не могу. Стоит. Я получил. Никого не убил. У меня кровотечение. Тут еще стоит. Вроде завалил. 24 стало внезапно. Сейф. Так. Слушайте, сон монолита был получше как-то. Хе-хе-хе. Ну, хотя там тоже погиб, в конце концов, стал термиченный. Сюда очередь легкую. Еще одну. 26. Да они что, плодятся? Господа монолитовцы, а? Понарем свечу. Никого не хочу обидеть, но, возможно, придется. Так. Не могу завалить. Пуле трачу молоко просто. Уже стоит прорываться. Нельзя прорываться, потому что вот так вот происходит. Будет долгий, мучительный процесс, ребята. Надо вытерпеть. Вытерпеть это все. Чтобы разгадать настоящую тайну зоны. По мне стреляют уже кто-то. Тут я всех положил. Отсюда они выходят и оттуда. Я пошел, пошел прорыв, короче. Аптечку какую-то, ребята. Гранаты только даете. Он мне сейчас прилетит. Выходит монолитовец на меня. Так. Получает. И я с кровотечением просто погибаю. Просто погибаю. Тут еще один, как минимум, да? Патроны только. Да не то, что нужно ваши патроны, монолитовцы. Нужен какой-то схрон. Я еле иду вообще. Зашибем. 12 человек. Я не хочу сейвиться. В данной ситуации. Потому что, ну... У меня тут пол выстрела и капец мне. У нас кого-то из них аптечку подобрать. Давайте засейвимся. Все-таки. Сейчас сзади как кто-то зайдет. А вон там тусуется он. Пошел обходить уже меня. ВЛА надо? ВЛА не надо. Надо бинты. Так. Ну я сныкался. А тут энергетик. Это тоже не то, что нужно. Тут кто? Там двое монолитовцев. Получает в спину. В голову получает. Готов. Но это не то, что нужно. Ну, например, еще один сейв. Потому что их стало внезапно поменьше. Сейчас мы тут все обшарим. Может быть найдем... Какое-то спасение. ХП потихоньку восстанавливается. Потому что артефакт работает. Здесь они, судя по всему, обойти не могут. Мы сейчас аккуратненько посмотрим. Да, там тусуется еще монолитовец. Главное, чтобы я сейчас не получил. Нож достаем. Гроза это не то, что нужно. Так, тут засесть. Тут дверь заперта. Сюда идти нельзя. И вообще надо отсюда выходить. Вышел. Тихо-тихо. Стреляет сзади кто-то по мне. Влепил мне. Маслину. Я должен на них идти вот туда вперед. Я вот не знаю, можно ли вот этими штуками хайдиться. Наверное, можно. И за угла надо выглядывать. Но я вот это в шутерах отключаю всегда. Выглядывание из-за углов. Еще один сейв. На хоть одну аптечечку. Тогда все будет очень хорошо. Но тут нет. Аптечек противорадиационный. Очередной монолитовец. Который выжил. И погиб в конце концов. Еще один там впереди. Светит фонарем. Сейчас он выйдет. Мы тоже ему светанем. О, сзади выходит. Тихо, тихо. Засейвится. Надо его взять сейчас решительно, ребята. Решительно. Я очень плохо вижу мушку этого прицела. Все-таки Декс сделал так не очень. А тут сидит. В упор выстрел. Готов. Так, бинт. То, что нужно. Лева Барон. Просто баронский подгон. Подогнал. Прячусь. Перезаряжаюсь, потому что на меня уже идет монолитовец. Тушу свет, господа. И попробуй меня взять теперь. Мы тебя сейчас подстережем. Только мы засейвимся, подло. Хе-хе-хе. Где он там? Где-то там светит этим фонарем своим. Вот они там. Трое сразу. Так. Ну, двоих уработал. Что-то тут будет. Ничего не будет. Мазон такой крутой еще Декс сделал. По патронам уже плохо. Уже плохо. Ну, если плохо, то достреливаем. И гранату надо на десерт. Ох. Граната пошла. Никого не убила. Я перезаряжаюсь уже с пулями. Беда. Еще один сейв. Как в Call of Duty Мазон. Просто завалит сейчас меня, ребята. Не. Я как-то выжил, но. Но. Но нет. Но не выжил. Ждем его тогда. Ждем. Пусть высунется. Хочется идти вперед. А пойду вперед. Он высунется. Успеет прострелить. Лам высовывается. Завалил. Трое осталось. Все. Гроза пошла. Наверное. Вот это. Причем. Это выбросить. Это разрядить. Выбросить. Для лучших времен. Трое человек. Тоже могут быть проблемой. Вот этих надо залутать. Прежде чем лутать. Надо проверить, что там за углом. Еще монолитовит за углом получает. Так. Завалил, кажись. Ну, ребята, давайте. Бинт. Дмитро. Дмитро Сутенера подогнал бинт. И, возможно, подгонит сейчас патроны из своих лавин. Герман Буратино. Батон насущный. О, аптечка. Дмитро Пианист. Как хорошо. Не буду ее издать. Ее надо оставить. Ребята. Мы и так зарегенимся, пока артефакт работает. Там еще монолитовец. Получите сюда. Он попадает по мне, ребята. Грозоточная, но не настолько. Не настолько. У тебя еще бинт. Лорд. Просто лордический подарок. Подогнал. Можно повесить еще вместо кристалла, наверное, кровь камня. Здоровье плюс 200. Быстрее зарегеню. Только надо не получать сейчас. Не получать. А монолитовец должен получить. Я вот прострелил его, но не убил. Что такое? Какие-то тайники там или что? Он выходит, получает. Простреливает, ребята. Тут чисто. Надо идти на сближение. Тут еще дверь. Тут кто-то может сидеть. Выходит монолитовец. Вроде завалил. Четыре человека. Слышишь? Валю одного. Выходит следующий. Ох, опасно. Кровотечение опустил. Нормально. Какие-то там... Что-то в КПК мне пишут. Мне сейчас не время писать в КПК. Ох, из Гаусса стреляет. Очень опасная боевая ситуация. Я его не вижу. Отправляю туда. Вроде завалил. Не, не завалил. Он тусуется. Попасть ему? Попал. Он упал, но выжил, судя по всему. Тут у нас... Никого не будет, да? Коробка. Бинты ждайте, господи. Кушать хотим? Ну, конечно. Ну что? Бог послал хлеба. Далее. Не вижу, что впереди. Бинокли можно подсвечивать, не хочу. Продвигаюсь. Четыре человека. Тут засядем. Алекс Чеснок. Этот боялся очень вампиров, ребята. А в следующей игре на канале могут появиться вампиры. Какой намек, а? Но вы не узнаете, что это за игра. Потому что это очень секретный секрет. Правда, Толик? Рот на замке держи. Хе-хе-хе. Они могут, не могут. Не появятся они. А может появятся, не знаю. Я ее просто сяду писать, а выложу я ее потом. Вот так это будет. У меня потому что хочется. У меня очень захотелось. Очень захотелось. А когда очень хочется, то нужно делать. Пока есть настроение и должное... Ну, пока есть должное настроение. ЭТПшник можно зарядить. Засейвится. Так. И дальше идем с Грозой, потому что из нее нравится стрелять внезапно, ребята. Аптечкой с Саня битой, как знал. И колбаса, как знал, что мне нужно. А Монолитовцев уже нету. Я всех пострелял. Митя старик. По-старикански погиб. И... Гена футболист. От футболи легену. А вот этот с Гаусс-пушкой. Очередной экзоскелет. Забираем. Этот выбрасываем. И мы как на Веханьке. И две аптечки есть. Еще более-менее живем. Гроза еще. Так все состояния, конечно. В ящиках у вас. Гранаты. Вок. Посмотрите, ребята. И патроны для Гаусса. Серега, собачник, мастер Монолита. Любил сандалить из Гаусс-пушки. Еще двое человек. Расслабляться рано. Погодите. А почему тут вот эта толпа лежит, а? Я что... Семь человек еще? Это что такое? Далеко не все закончилось? А, это те, которые... Дмитрий Ворон. Это те, которые через стену тут тусовались. Я же попарошу дробовика патроны. Даня Полкан. Патроны для Гаусса. Забираю Гаусс. Какой в лучшем состоянии? А вот эта, которая у меня. Так, судя по всему. Так, еще не все закончено. Далеко мы проходим. Включаю ПНВ. Выключу фонарь, наверное, чтобы не шуметь сильно. Да я шумлю, разбивая ящики. О, тут я мою еще не успею, ребята, навестись и выстрелить. Никого. Какой крутой музон Декс сделал, а? Получи сюда, слышишь? Берем его. Еще раз не пожалею Гаусса. Герман Кнут. Это немец, наверное, был. Тут костюм. Армейский скат. Адиация лучше, пулестойкость. 60 пси-воздействие 50. Я понести тогда ничего не смогу, но он получше, этот костюм, действительно, ребята. ГП-шник. Вот это в отличном состоянии. Разрядить, выбросить. Надо от чего-то избавляться. Энергетик уже не понадобится, наверное. Они идут на меня. Патроны нельзя выбрасывать. Но надо еще что-то... Вот этих пару препаратов. 59,9 килограмм. Могу идти. Хорошо. Перезаряжаюсь. Сейв. Армейский, значит, монолитовцы смогли выпросить костюм. У великого монолита. Наверное, желание кто-то загадывал. Следующая комната. Я крадусь. ПНВ есть? Есть. Серьезная комната, ребята. Граната туда заходит. 9 человек. Мы засекли. Взрыв. 9 так и осталось. Один сбоку. Я промахиваюсь. Еще раз промахиваюсь. Он меня прострелил сильно. Мажу бинт. Надеюсь, они пойдут на меня. Потому что не иначе. Не иначе. Две аптечки надо экономнее себя вести. Не хотят идти. Не хотят идти. Меня выманивают. Что с дробовиком? Можно. Залететь может хорошо. Им картечью. Да. Вот так. Ох, неплохо мне залетело. Видите, пол хп они сносят. Вот это артефакты на повышение здоровья. Они все-таки снижают пылестойкость. И монолиты пьют свою воду. Посмотрите. Это учитывая, что у меня пылестойкость плюс 60. Вот если я сниму. А душа пылестойкость не снимает? Интересно. А, плюс 10. А, нивелирует кровь камня это. Ну не знаю, что вешать даже. Меньше кровотечения. Могу еще пылестойкости добавить. Потому что вот так, вот так. 80. Вообще меня не должны пробивать. Куда идти? А? Подождите. Я сюда заходил. Костюм поменял. Да, вот идти сюда. Сейв. С дробовиком пойдем с такой пылестойкостью. Слышишь? Только надо его зарядить, ребята. Получи сюда. Получи сюда. Говорю. Граната летит. Убегай. Одна она. О, не берет его граната. Выстрел. А, они в таких костюмах, да. Серьезно. Дробовик не берет. Но пылестойкость, видите, как работает? Ничего мне не может сделать. Лепили ему, говорит. Нет, тут надо ствол какой-то более серьезный. Мажут бинт. Прикроет, говорит. Никого ты не прикроешь уже. Ты получаешь. Напарник получает с последней пули. 7 человек еще. За углом тут не может быть. Захожу. Мастеру леплю. А вот из дробовика я хорошо получаю. Тут даже пылестойкость меня не спасла. Граната уже нету, да? Еще бинт. Аптечки две. Так, влепи ему, говорит. Ну, как я ему влеплю? Одному влепил неплохо. Мажу аптечку все-таки по этому поводу. И они там бегают. Ну, как я должен целиться? Нет? Каким-то волшебным образом. И мансить постоянно. Он здесь выйдет, наверное. А он выходит сбоку. Получает. От бедра стреляю, ребята. 6-18. Нормально. Пять человек. Возьмем без проблем. Но они не хотят идти на меня. Они вот тут застревают. Так. Давай тебе твой экзоскелет. И все. Впереди 4 человека. Интересно. Я, однако, не наблюдаю ни одного. Так. Ну-ну. А вот они. Получите сюда. Говорит, что размолотим, но получают в борщец. И отлетают. Да, действительно, они там тусуются еще. Голоспушка уже клинит. Она начинает стрелять сама по себе. Мы засейвимся и пойдем на нему в упор. Но в упор надо по голове попадать. Я без прицела не могу. Так четко выстреливать. Получи сюда. По одному я попал. Они с дробовиками, кстати. Обходят. Получите. Ну и не попадаю я, ребята. Лечет, а да. Все. 6-8 по патронам. Двое остается. Так. Гражданин. Опа, я попал. Кровавый след я видел, потому что. От бедра. Вот сейчас я не попал. А сейчас. А сейчас я попал. Все, монолитовцы готовы. Все, ребята. Дробовики давайте ваши. И. Патроны. Такое все. И. Патроны. Грозы, валы. Грозы, валы не нужны. О, патронов для дробовика. Посмотрим. Ох, тут противорадиационные. Да. Тут наборы Ростик Король. Просто Королевский имел. И тут еще патроны. Столько стволов не надо. В галузке сколько там патронов? 10-1. Тащить на себя. Как она весит? 6 килограмм ради 10-1. Не надо. Лучше дробовик возьмем. Патронов большое количество. И аптечка. Это самое главное. Патроны для снайперки. Тоже лишний вес. Тут по патронам есть. В принципе. А тут подберем. Если надо будет. Да. Да. Еще один человек. Сейв. И заходим. О, ребята. Тут все серьезно. Дверь заперлась. Так. Ну, наверное, надо это разбить. Да. Так и происходит. Так и действительно надо. Лучше разбивать будет из дробовика. Вот так вот. Потому что разброс. Хорошая кучность. Взрыв. Что такое происходит? Огненные аномалии появляются. Так. И полтергейст. Энергетические блоки повреждены. Я не вижу полтергейста, ребята. Вижу. Вот он. Надо его уничтожать. Блоки повреждены. Что он не попал вроде один раз. Перезаряжаюсь. У меня мансит тут. Не комифольна. Потому что я перегруженный. Надо что-то выбросить. Грозу не хочу выбрасывать. Я просто гибну, если ее не выброшу. Потому что вот так. Оружие заклинило. И меня он в конце концов. Господи, господи. Надо снимать пулестойкость. Вешать выносливость. Вроде нормально. Сейчас выносливость будет регенеться. Получи сюда мерзкий полтергейст. Блоки повреждены. У меня есть аптечка. Надо засейвиться, кстати. Получи сюда мерзкий полтергейст. Вроде завалил его. Не? Непонятно. Я попадал, потому что сейчас. Еще сюда. Вон он прямо передо мной. Кажись, завалил. Он продолжает плодить аномалии. Вон он прямо передо мной летает. Получите. Получите. Может он не один? Да нет, он один. Так, вот он летает. Стреляю. Выцелить его попытаться. Мне надо мансить еще параллельно. Потому что засаживают вот эти аномалии, ребята. Эти полтергейсты не сильная самая моя сторона. Я пытаюсь стрелять. Постоянно двигаюсь. Вон он летит. Получите. Перезарядить. Еще стреляю. Я такое ощущение, что не попадаю. Но тут именно дробовик нужен. Стреляю. А, я жканом стреляю все это время. Я думаю, что оно такое. Дроб есть? Нету. Я убью. Убили меня. Жканом я его не завалю. Его надо дробью только стрелять. Дроб еще есть. Сейчас отстреливаем дробь. Забираем обратно грозу свою. Получите сюда. Что-то неубиваемый какой-то. Где я грозу выбрасывал? Где-то тут, ребята. Не, не, не тут. Не могу ее найти. Дверь не открывается. У меня, по-моему, последний выстрел. Так, ну засандалил. И все, и жкан пошел. Жкан мне поможет. Выброси, проклятый дробовик. Поставь пистолет и найди грозу свою. А гранаты есть? Нету гранат. Надо найти ствол. Да я понимаю, что блоки повреждены. Из пистолета я его тоже не возьму. Это дрободанский. Я не могу найти грозу, которую я выбросил. Может он ее сжег? Я пытаюсь стрелять. Я ствол выбрасывал точно. Причем где-то около дверей. Вот тут я вошел. Оно летает. Я не понимаю, попадаю я или нет. Где-то здесь я, по-моему, выбрасывал ствол. Нету ствола, ребята. Нету ствола. А в центр можно залететь? А? Он кастует аномалии в центре? Вроде нет. Да-да-да. Проблема может быть и решена. О. В центре он меня не возьмет. У меня пуль хватило. Он застрял. Отстрял. Так. Это же как он мансит, а? Ну-ну, посмотрите. Я попадаю хоть по нему или нет? Или он вообще не убиваемый? Декс тут считаю какой-то прикол приготовил. Так, он летит. Вот выстрел. Непонятно, ребята. Я, может, не попадаю по нему. А, может, он плотный просто. Есть еще дробовик? Ха-ха-ха. Он меня тут взять не может? Давай же, каван тогда. Что ты думаешь? Так. Пуля, которая пробивает просто бронежилеты. Может, остальные взорвать, а? Остальные не взрываются почему-то. Наверное, надо его уничтожить. Так, он летает. На опережение. Не, да не, я не попадаю, такое ощущение, что... Я куда-то не туда стреляю, или что? Всего я четко вижу и по нему пытаюсь стрелять, ребята. Вот тут для тупых просто он тут замирает. Давай попытаемся еще достать нашу грозу. Потому что это долгий будет процесс. Из грозы я бы очередь дал, просто бы пуля ему залетела. Я не вижу ствола. Он продолжает летать. А я разобью тогда вот это все. Так. Уровень радиации. Может... А, может, его не убить? Может, надо просто это все разбить? Нет, стало только хуже, потому что летает теперь трое. Здание провалено, исполнитель желаний. И... Здравствуй, Стрелок. Я вижу, у тебя ко мне много вопросов. Сдавай их, а потом мы решим, что с тобой делать. Мы? Кто вы? Мы о сознании. Группа исследователей, которые поставили перед собой цель изменить мир. Известно, что Землю окружает особое информационное поле. Ноосфера. Она тесно связана со всеми разумными существами на планете и хранит все их мысленные образы. Мы решили подключиться к ноосфере и внести в нее изменения. Убрав все темное, что породило человечество, сделать мир идеальным. Ни один человеческий разум не обладает достаточной мощью, чтобы взаимодействовать с ноосферой. Поэтому мы объединили наше сознание. Ну что такое зона и почему она возникла? Зона – это результат вышедшего из-под контроля эксперимента с ноосферой, информационным полем Земли. Мы собирались подключиться к ноосфере, чтобы исследовать возможность влиять на нее. Однако во время эксперимента произошел пробой, и энергия ноосферы хлынула на Землю, меняя все вокруг. Так образовалась аномалия, которую вы называете зоной. Так зона – одна большая аномалия. Что со мной произошло? Ты выбавший из механизма винтика. Во время одного из походов к центру зоны, ты слишком близко подобрался к нам. Наша защита от проникновения считалась совершенной, но тебе удалось найти путь, о существовании которого мы не подозревали. Допустить, чтобы нашу тайну узнал кто-либо еще, мы не могли. Человечество пока не готово узнать правду о причинах появления зоны. Поэтому мы немедленно стали кодировать наших агентов на твое уничтожение. По невыясненной причине, оборудование дало сбой, и мы не заметили, что ты сам оказался в числе сталкеров, которые попали под наш контроль. В результате, ты получил задание убить самого себя. Что означает татуировка сталкер? Сталкер — это название программы по кодированию человека на выполнение определенных задач. На подходах к центру зоны мы расположили несколько псих-установок. Самая крупная из них известна вам как выжигатель мозгов. Все, кто пытается пройти к центру зоны, попадают под наш контроль. Затем они проходят кодирование, становятся нашими агентами и получают татуировку сталкер. Рассылая их по зоне, мы влияем на ход событий и обеспечиваем свою безопасность. Хм. Почему все произошло именно здесь? Чернобыльская АЭС была наиболее подходящим местом для наших экспериментов. Во-первых, после аварии 1986 года здесь осталось очень мало людей. Поэтому мы могли работать без опаски. Во-вторых, станция обеспечивала нас энергией, необходимой для работы установок. В-третьих, рядом со станцией находились мощные антенны, которые использовались в экспериментах по воздействию на сознание людей. Катастрофа 1986 года, это тоже ваша работа, профессор? Нет, мы здесь ни при чем. Наш эксперимент начался уже после аварии на Чернобыльской АЭС. Что такое грузовики смерти? Это транспорт, от которого мы доставляем наших агентов в разные части зоны. Агенты внедряются в среду сталкеров и выполняют задачи, на которые они были запрограммированы, даже не подозревая об этом. К сожалению, более половины агентов при транспортировке погибают, так как зона очень нестабильна. Интересно, Сидорович знал все это? Что дальше, профессор? Что будет дальше, зависит от тебя. Зона медленно на мелклона растет. Наших сил едва хватает на то, чтобы сдерживать поток энергии наосферы. Ты можешь присоединиться к нам. Наши силы возрастут, и возможно мы сумеем взять его под контроль. Ты можешь уничтожить нас. Тогда энергия наосферы беспрепятственно потечет в зону. И к чему это приведет, неизвестно. Надо, конечно же, ее... Я хотя и долг не поддерживаю, но нужно попытаться... Прекратить распространение зоны. Я согласен присоединиться, профессор. Давно я стрелка не видел. Неужели он погиб? Нет, этого не может быть. Он из любой передряги выберется. С ним все в порядке. Ну что, пойдем? Уйдем, пора обедать. Я знаю, это для тебя важнее, чем судьба старого друга. Вот так вот заканчивается история стрелка. Ребята. По-настоящему, да? Ну, титры мы смотрели уже. Спасибо еще раз Декс. Еще непонятно с этим полтергейстом. Я, может, по нему не попадал, или я просто его не мог пробить. Ну да ладно, зона растет, и нельзя было этого допустить. Поэтому было принято решение присоединиться к осознанию и прекратить рост зоны. Ну, по поводу следующих игр на канале вы знаете, что будет Арканом продолжаться до конца уже. И все остальное я тоже анонсировал. Смотрите анонс. Голосуйте за претендент на следующую ролевую стратегию. Можно даже так высказаться. Вот, ну и мы, наверное, увидимся еще, ребята, в следующих видео, конечно же, да? А, и по поводу сталкера следующего, ну, перерыв, перерыв будем делать. Конечно же, потому что, ну, надо отдыхать. Отлично поиграли. Я очень доволен. Вот. Сделали концовку. Сон приснился, монолит, но нет. Все-таки стрелок сумел разгадать тайну зоны, ребята. Настоящую тайну зоны. Вот оно как. Вот. Стрелок молодец. А мы увидимся еще в следующих видео. Спасибо всем за внимание. Сталкач будет через достаточно продолжительное время. Наверное, Clear Sky все-таки ОГСМ. Посмотрим. Ну. И до свидания.